Данная аудиокнига Светлой памяти великолепного, талантливого курдского писателя Амарики Сардара посвящается Амарики Сардар. Избранная. Перевод дочери-писателя Нуре Сардарен. Рассказ первый. До каких пор? Посвящается памяти моего отца, Давреша Сардара, погибшего в Великую Отечественную войну. Папа, когда вернешься? И каждый раз этот вопрос напоминает мне об одной грустной истории, случившейся очень давно, но которая осталась в памяти во всех подробностях, как будто это случилось вчера. Шел 1941 год. Конечно, я узнал об этом много лет спустя. Было лето, и стояла невыносимая жара. Во дворе районного военкомата было полно народа. Особенно много было женщин и детей. Люди стояли группами и о чем-то разговаривали. Мне в это время было семь лет, и я плохо понимал, что случилось. Почему плачут мама и бабушка, и зачем отец грустно смотрит куда-то вдаль. Мы сидели прямо на густой траве, которая почти еще не успела выгореть под лучами палящего солнца. Отец усадил меня к себе на колени, прижал мою голову к своей груди и в задумчивости ерошил мне волосы. От сильной жары меня так разморило, что я с трудом удерживался от того, чтобы не заснуть. Хватит плакать. Всем сейчас нелегко. Горе общее. Донесся до меня отцовский голос. Я полусонный поднял голову, посмотрел на отца и понял, что он обращается к моей маме. Я перевел на нее свой взгляд. Она, опустив голову, краем платья вытирала слезы. Да пойми же, ведь это война. Всех посылают, не меня одного, раздраженный мрачно сказал он. Что бы мне ладно было тем, кто все это заварил. Сдохнула бабушка, вытерла платком слезы и спрятала его за пояс. Продашь несколько ягнят и на эти деньги купишь сено для овец, сказал отец моей маме. Кто его знает, может война затянется, и я к тому времени не вернусь. К зиме подготовься как следует. Раз так, то значит отец и к зиме не вернется. Но почему? Что он будет делать столько времени, раз так опоздает? А ведь раньше, когда он ездил в город, а он уезжал только осенью, он всегда возвращался к праздникам. Неужели сейчас он уедет так далеко, что не успеет вернуться к зиме? Не знаю, сколько прошло времени, но под этим палящим солнцем я и сам не заметил, как задремал. В какой-то момент я очнулся и понял, что по-прежнему сижу у отца на коленях и крепко обеими руками обхватываю его шею. А вокруг стоял страшный шум, сквозь который время от времени доносился один и тот же звучный низкий голос, зачитывающий фамилии. «Ахмад и усыф, писать буду часто, обо мне не беспокойтесь». Отец торопился успеть за эти небольшие промежутки времени дать последние наставления. «Гасаны Кадо!» Отец вдруг сильно прижал меня к себе. «Следите за парнишкой, не отпускайте его далеко». А парнишкой был я. Весной и летом с утра до вечера я пропадал в поле, и очень часто мама и бабушка буквально силой притаскивали меня домой. «Азизы Каро!» «Лал!» – переводится как «сынок». Отец повернулся ко мне. «Ты уже не маленький. Слушайся, маму и бабушку, помогаем во всем. Видишь, дядю твоего призвали, да и я ухожу. Так что за мужчину в доме остаешься только ты». От этих слов я вдруг ощутил прилив какой-то гордости. Ведь это было в первый раз, когда отец назвал меня взрослым. «Калашик АД!» «Не забудь», – отец обратился к моей маме. «Те наши деньги, что у Касыма, обязательно забери и купи на них муки. Купи побольше, чтоб хлеба у вас было достаточно. Кто его знает, как будет?» «Почему это нам не должно хватить хлеба?» – подумал я. «Вон у нас сколько муки в кладовой, несколько тюков, сложных друг на друга. Такой высоты, что моя рука не дотягивается до самого верха. Даже если я приподнимаюсь на цыпочки. И зачем нам еще мука, когда мы к этой-то еще не притронулись? Нет, видно, отец не хочет быстро возвращаться, поэтому так говорит». «Авдой, каке?» «Как только от Хамида получите письмо, сразу же пришлите мне его адрес», – торопливо сказал отец, а сам все беспокойно посматривал в сторону, откуда раздавался тот голос. «Хамид был моим дядей, братом отца. Его призвали два дня назад, и тогда его провожали отец, мама и бабушка, но меня почему-то не взяли. В тот день отец не находил себе места, тяжело вздыхал и все ходил из угла в угол. Бабушка все плакала, а мама собирала его в дорогу, складывая вещи и немного еды в старую серую сумку. «Да вреши, Сардар! Я здесь!» – громко сказал отец, спустил меня со своих колен и медленно поднялся. Мама и бабушка быстрее него вскочили на ноги, и отец сперва ласково обнял бабушку. Она обхватила его шею и несколько раз поцеловала, но отпускать не торопилась, и они простояли так еще немного. Потом она, собравшись с духом, сделала шаг назад и дрожащим голосом сказала. «Ну, иди, сынок, да поможет тебе Бог. Только об одном прошу тебя – береги себя и вернись, обязательно вернись!» И залилась слезами. Отец наклонился ко мне, поднял, прижал к груди, поцеловал в обе щеки и несколько минут неотрывно смотрел на меня. В его глазах заблестели слезы, и чтобы сдержаться, он заморгал быстро-быстро, потом рывком еще раз сильно прижал меня к груди и повернулся к маме. «До свидания! Оставляю на тебя мать и сына, смотри за ними хорошо!» – сказал, и, продолжая прижимать меня к себе, закинул сумку на плечо и направился в сторону того человека, что выкрикивал фамилии. «Я не отнимал рук с отцовской шеи, а мама и бабушка, вытирая слезы, шли за нами. Мы подошли к этому человеку, он взял меня с рук отца, спустив на землю и крепко сжал мою ладонь в своей. Отец сделал несколько шагов вперед, потом, остановившись, оглянулся и посмотрел на нас. Я уже не мог сдерживаться и с плачем в голосе крикнул «Папа! Ты скоро вернешься!» И в следующую же секунду крепко державшая меня рука сжалась еще сильнее, словно тот человек боялся, что я сорвусь и кинусь к отцу. Мама и бабушка горько плакали, а отец все так же стоял на месте и смотрел на нас. Потом он поднял руку. «Когда?» И голос его потонул во внезапно поднявшемся шуме. Он продолжал еще что-то говорить мне, но я уже не мог расслышать ни одного слова. Кругом творилось страшное смятение. Все вокруг плакали и кричали, пытаясь услышать друг друга. Я только видел, как он, повернувшись к нам спиной, быстрыми шагами подошел к группе мужчин и стал среди них. И только после этого тот человек отпустил мою руку и отошел в сторону. Я понуро поплелся туда, где стояли бабушка и мама, и схватился за подол ее платье. Отец издалека махал нам рукой. И так махал до тех пор, пока колонна не скрылась из глаз. Лето подошло к концу. От отца исправно приходили письма. Это были треугольные письма с фронта. Каждый из уголков которых нес с собой радость для каждого из нас. Один для бабушки, второй для мамы и третий для меня. А у меня все не шло из головы то его последнее слово, которое я смог расслышать среди страшного шума. Когда? Что ж он тогда говорил? Когда именно? Я не знал, когда именно. Я только знал, что он вернется в тот год, когда я впервые пойду в школу. В тот день я, без штанов и в одной рубашке, прямо посредине ручья, протекавшего возле домов, вместе со своими сверстниками играл с комками грязи. Мы так увлеклись этой игрой, что я и не заметил, как подошла мама и окликнула меня. Взяв за испачканную до самого плеча руку, она отвела меня домой, хорошенько отмыла и одела во все новое. Сначала помогла мне натянуть штаны и белую рубашку, которые в тот год привез из города отец. Но самое главное, она достала из сундука те новые красные туфли, что тоже покупал для меня отец и в которые вот уж сколько времени я мечтал обуться. Мы вышли из дома и стали спускаться к дороге. Вдоволь нарадовавшись своему новому наряду, я спросил. «Мам, а куда мы идем?» «В школу, сынок», — ответила она, улыбаясь. «С сегодняшнего дня ты будешь ходить в школу». Я страшно обрадовался и не знаю почему вдруг ляпнул. «Если так, значит папа вернется, правда?» И, не выпуская свою руку из ее руки, шагнул вперед и заглянул ей в глаза. Мама резко остановилась и настороженно посмотрела на меня. В ее глазах вдруг мелькнула надежда, и она быстро спросила. «С чего ты взял?» Я вдруг растерялся. «Ну, не рассказывать же ей о том, о чем я мечтал все это лето». Но мама продолжала смотреть мне прямо в глаза и ждала ответа. «Как? Чтобы я пошел в школу, а папа к тому времени не вернулся бы?» Неловко вырвалась у меня. Державшая меня мамина рука ослабла и отпустила мою. Та надежда, которая было вспыхнула в ее глазах, угасла. Она постояла еще немного, опустив голову, и я понял, что мои слова причинили ей боль. Мне стало не по себе. Я почувствовал себя таким виноватым, что от прежней радости, от того, что я сегодня в первый раз иду в школу, не осталось и следа. «А что? Папа не вернется?» С горечью и боясь верить собственным словам спросил я. Внезапно мама словно очнулась и отогнала от себя тяжелые мысли. В ее глазах появился какой-то огонь, который я понял только спустя много лет. Был огнем надежды, но надежда отчаянной и для нее самой, и для меня. Она снова взяла меня за руку и поспешила к школе. «Конечно же вернется, сынок», — уверенно сказала она. Потом помолчала и тихо добавила. «Может, немного опоздает, но обязательно вернется». Я пошел в школу, но отец не вернулся. Прошел месяц, а его все не было. За осенью пришла зима, но хозяин дома не возвращался. Маме было трудно одной справляться со всей работой по хозяйству. В тот год она не успела собрать достаточно корма, и зимой у нас пало много скота. К весне выжило только несколько тощих овец. И мука наша закончилась, потому что маме так и не удалось ее раздобыть. Время-то было военное, тяжелое. И овцы наши пали, и мука закончилась. Отца все не было. Зато вместо него приходили письма. Но стоило им хоть немного задержаться, как бабушка не находила себе места. Она могла, бросив все дела по дому, сидеть и часами смотреть на дорогу. Не идет ли почтальон с долгожданной весточкой от сына? Мама возвращалась с работы поздно. Если в тот день приходило письмо, бабушка, не дожидаясь ее прихода, относила его к какому-нибудь из грамотных соседей, чтобы ей зачитали вслух. Вечером она пересказывала маме, о чем писал отец. Но этого маме было мало. Она сама относила полученное письмо к тому же соседу, и снова ему приходилось зачитывать его вслух. К тому времени я постепенно стал понимать, что ж такое война. По бабушкиным глазам, по маминому лицу я догадывался, что война – это совсем не то, что вражда между родами в нашей деревне, а большое горе и что-то очень страшное. Такое страшное и плохое, что может помешать возвращению моего отца, который не допустил бы, чтобы пали наши овцы, закончилась мука, чтобы бабушка проглядела все глаза, ожидая его, а мама так тяжело вздыхала. Постепенно и я понял, что такое война, и какие она может принести беды и трудности. Прошел год, и я перешел во второй класс, но отец не возвращался. Теперь и я уже мог добавить несколько своих строчек под теми письмами, которые посылала на фронт наша небольшая семья. Я всегда старательно выводил одни и те же слова «Папа, когда ты вернешься?» А он отвечал, что скоро, но «Когда?» Точного ответа на этот вопрос не было. Но я почему-то для себя решил, что к сентябрю, когда школа снова откроется, он обязательно вернется. Я жил этой надеждой. Мне было страшно от одной только мысли, о том, что кто-нибудь еще может узнать об этом. Это был только мой секрет. Чем дальше, тем короче становились отцовские письма. Не могу много писать, нет времени, сегодня наступаем. Мы обязательно победим и скоро увидимся. Как же я соскучился. Опять наступило первое сентября, но отца все не было. Моя надежда, что он вернется, к этому времени угасла. Неожиданно мы получили от него 30 рублей, а через несколько дней пришло и его письмо. Я жив-здоров, только о вас и думаю. Сегодня ночью наступаем. Ничего, осталось совсем немного. Потерпите, я скоро вернусь. Несколько дней назад я послал 30 рублей. Купите на них книги для сына. Пусть хорошо учатся. Ну ладно, меня зовут, мне пора идти. До свидания. Письмо было написано карандашом и на толстой бумаге. Капли воды, а может быть, это были слезы, попали на подпись, и бумага вобрала в себя влагу, из-за которой буквы, написанные химическим карандашом, увеличились и сильно расплылись. И поэтому имя отца почти невозможно было разобрать. Эти письма бабушка бережно хранила у себя в деревянном сундуке, среди новых вещей, которые для нее купили мой отец и дядя. Она так и не успела их надеть до ухода обоих сыновей на войну и поклялась не надевать ничего нового, пока они не вернутся. Когда письма от отца начинали задерживаться, бабушка открывала свой сундук и начинала перебирать их по одному, внимательно вглядываясь в каждое. И хотя она была неграмотной, она точно знала, что написано в каждом письме и когда оно было послано. Почему-то вдруг письма перестали приходить. И если маме за постоянной работой удавалось хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей, то бабушка с утра до вечера не могла ни о чем думать, кроме как о том, что от сына нет никаких известий. Письма же от моего дяди не заставляли себя ждать, потому что, как потом выяснилось, его так и не взяли на фронт, а оставили служить в тылу. Шли месяцы, один за другим. И чем дальше, тем труднее и тяжелее нам приходилось. С одной стороны, не было писем с фронта, а с другой стороны, маме едва удавалось сводить концы с концами. Я же в своих мыслях постоянно оттягивал время возвращения отца и все утешал себя тем, что он скоро приедет. Учился я хорошо и все думал о том, что когда он вернется, то сам убедиться в том, что посланные им деньги не пропали зря. Правда, бумага, на которой мы писали, была очень плохого качества, но я старался изо всех сил сделать так, чтобы не получать плохие оценки. Особенно трудно приходилось с чернилами. Мы пропитывали лучину керосином, ставили ее в небольшую нишу в стене и зажигали. Лучина горела всю ночь до утра, и копоть от ее пламени оседала на потолке этой ниши. На утро, подложив небольшую посудину, мы начинали соскабливать в нее эту копоть. Потом добавляли немного воды и размешивали эту жидкость, которая заменяла нам черные чернила. Но очень часто какой-нибудь волосок от перьев, которыми мы писали, мог попасть на самый кончик, и тогда последняя буква могла превратиться в большую кляксу. Учителя за это нас не ругали, потому что знали, из чего и как делались эти чернила. Вот такими чернилами и на такой бумаге я и писал свои маленькие письма отцу. Но ответа от него все не было и не было. Почтальон уже обходил наш дом стороной, а бабушка большую часть дня проводила, сидя на большом плоском камне у двери и продолжала ждать, неотрывно глядя на дорогу. Прошел еще год, но писем не было. Я уже перешел в третий класс. В душе теплилась надежда, что хотя бы в этом году отец вернется. Детская логика. Писем не было, а я все ждал отца. Особенно я воспрял духом после того, как одна девушка из нашей деревни сказала, что в этот год мой отец вернется. У нее тогда вдруг обнаружился какой-то дар предвидения, который почему-то проявлялся именно во сне. А делалось это так. За голову спящей подкладывали миску с водой, а перед лицом держались зеркало. Фотографию или какие-нибудь вещи, ушедшего на фронт, клали ей на грудь, и она во сне вдруг начинала говорить и рассказывать об этом человеке. Потом ей клали на грудь фото и кое-что из вещей другого фронтовика и так далее. В то время я был готов поверить чему угодно, что укрепил бы во мне надежду на возвращение отца. Ее слова были как раз тем, что мне так не хватало. И я продолжал ждать. Закончился и этот год, потом следующий, но ни отца, ни писем от него не было. Может, в плен попал, поэтому писем нет, говорили взрослые женщины из нашей деревни, стараясь хоть как-нибудь утешить бабушку. Ничего, родная, потерпи, бог милостив, может, все обойдется. Но ни эти слова, ни участие и внимания соседок не могли утешить бабушку. Тревога росла с каждым днем, и она только и делала, что все время смотрела на дорогу. Покрасневшие от слез и постоянного напряженного взгляда вдаль ее глаза, казалось, совсем потухли, и я уж и забыл, когда в последний раз видел на ее лице улыбку. А что мама? А мама, каждый вечер, возвращаясь домой, первым делом спрашивала, есть письмо? И когда узнавала, что нет, казалось, что тогда чувствовала, как намаялась за весь день. Еле успев присесть куда-нибудь, она горестно обхватывала руками голову и с тяжелым вздохом смотрела на земляной пол. И так повторялось каждый вечер. Наступила весна. Снег растаял, и появились подснежники. То было трудное время, настоящий голод. Пределом наших мечтаний был хлеб, испеченный на муке из овса. Но мы знали, весной нам станет легче, потому что скоро появятся съедобные корения, которые не дадут нам умереть с голоду. Они были настоящим спасением, и мы все время пропадали в поле, выкапывая их из земли, отряхивая и тут же на месте их поедая. В тот день мы с моим другом отправились за этими коренями и сильно промочили талой водой ноги. Вернувшись домой, мы спешно отложили в сторону охапку кореньев, собранных нами для остальных домочадцев, и кинулись к тандуру, сушить ноги. Через несколько минут мы согрелись так, что чуть не обожгли ноги. Мамы в тот день не было дома, она, как всегда, была на работе. Бабушки тоже не было, видно, она куда-то вышла. Мой товарищ, растирая согревшие ноги, вдруг предложил мне, «Слушай, у нас дома есть несколько картофелин, пойду-ка я принесу их, мы испечем их в тандуре и съедим». Так и сделал. Сбегал домой, принес драгоценные картофелины, мы их разрезали, посолили каждую дольку и прикрепили к еще горящим стенам тандура. Картофелины с треском прилипли, а мы, предвкушая огромное удовольствие, сидели рядом и все посматривали, не готова ли наша незатейливая, но такая вкусная и желанная еда. Как раз в этот момент один наш сосед, вернувшись с войны инвалидом, широко улыбаясь, заглянул к нам. «А где мама и бабушка?» Я ответил, что мама на работе, а бабушка куда-то ушла. «Война! Война закончилась!» скричал он, размахивая здоровой рукой. «Только что передали по радио! Слава богу!» В первый момент мы даже не поняли, что это означает. Застигнутые врасплох, мы продолжали сидеть, когда в любое другое время просто кинулись бы танцевать от радости. Первым очнулся мой товарищ со словами «Пойду скажу нашим». Он вскочил, кинулся к двери, но вдруг резко остановился и повернулся ко мне. «Смотри, без меня картошку не ешь, я сейчас!» и выбежал из дома. Я же продолжал сидеть на месте, уставившись на счастливое лицо соседа, принесшего долгожданную весть. И не знаю, почему у меня вырвалось. «Раз так, значит, мой папа скоро вернется, правда?» И с надеждой заглянул ему в глаза. Сосед вдруг опустил голову, но я успел заметить, что выражение его лица изменилось. Оно было уже не таким радостным и счастливым, каким пару секунд назад. Стараясь не смотреть мне в глаза, он тихо сказал, «Конечно, он вернется». И поспешил уйти. Первым моим порывом было то же, как и мой товарищ, тут же кинуться, найти бабушку и маму и сказать им о том, что война закончилась. Но я не смог. Что-то в голосе соседа мне не понравилось. Ведь как-то странно он произнес слова «Конечно, он вернется». «Если война закончилась, рассуждал я, значит, и отец должен вернуться? Тогда зачем он сказал об этом таким тоном? Война же закончилась». «Да нет же, раз закончилась, он обязательно вернется, это точно». Вдруг раздался треск, прервавший мои мысли. Оказывается, я, погрузившись в рассуждение, совсем позабыла картошки, которая пеклась в тандуре. Рассеянно заглянув туда, я увидел, что заветные дольки, треснув, упали с боковых стенок прямо в пепел. Но доставать их оттуда почему-то расхотелось. Хотя еще несколько минут назад я готов был съесть их даже сырыми. Я подождал еще немного, но мой товарищ так и не вернулся. Не выдержав, я быстро вышел на улицу и увидел, как сельчане высыпали из домов и собираются в центре деревни. Все смеялись, радовались, обнимали друг друга и поздравляли с окончанием войны. Чуть позже я заметил в толпе ликующих и маму с бабушкой. И на их лицах впервые за последние годы я увидел счастливые улыбки. До самого вечера никто не думал расходиться, и радостные разговоры не прекращались ни на минуту. Только чуть позже я заметил, как некоторые сельчане перешептывались меж собой и все поглядывали в сторону тех, на родных которых пришла похоронка или от которых долгое время не было писем. Пару раз я поймал такие взгляды, устремленные на нас. Итак, война закончилась и пришла долгожданная победа. Наши односельчане, ушедшие группами на фронт, возвращались по одному, вплоть до поздней осени. Но вернувшихся было гораздо меньше ушедших, вместо них приходили похоронки, или, как мы еще их называли, черная бумага. Слово черное говорило уже само за себя. Иногда бывало так, что в один и тот же день в одном доме был праздник из-за возвращения бывшего фронтовика, а в нескольких других домах горе, плач и слезы из-за полученной похоронки. Наступили времена, когда люди стали бояться писем. А вдруг, не дай бог, это окажется похоронка. Всеобщий страх передался и мне, но все же в глубине души я продолжал верить отцовским словам и ждал, что он вернется, обязательно вернется. Но в один день черная бумага постучалась и в наш дом. Не знаю, почему эту бумагу называли черной, когда в полученном конверте был листок лишь белой бумаги. Горе, большое горе обрушилось на наш дом. Мама и бабушка, оплакивая отца, исцарапали себе лица и от крика надорвали голос. Собрались соседи, все женщины горько плакали, а мужчины стояли, опустив головы. Мне тоже хотелось плакать, но комок, подкативший к горлу, закрыл путь слезам. Мне не хотелось верить черной бумаге, мне хотелось верить только словам отца. Шли месяцы, а я продолжал верить, что отец вернется, но он не возвращался. Шли годы, и я по-прежнему ждал, но его не было. Я закончил школу, но моя надежда на его возвращение не угасла, а его все не было. Я закончил институт, и опять у меня в душе жила надежда. Женился, сам стал отцом, но его слова не шли у меня из головы, и до сих пор я не могу их забыть. До каких же пор мне верить тому отцовскому слову, когда тому единственному слову, которое я смог расслышать средь всеобщего шума. До каких пор? Наверное, до тех пор, пока буду жив. Надежда вещь хорошая, и перед ней все равны, что правда, что ложь. Я надеялся, надеюсь, и буду надеяться. Каждый раз, когда я иду куда-то, моя дочурка Зара спрашивает меня, папа, когда вернешься? И каждый раз я говорю ей правду и не обманываю ее, как это сделал в свое время мой отец, который, сам того не желая с того самого дня и до сих пор продолжает меня обманывать. Субтитры создавал DimaTorzok надежда Было тяжелое послевоенное время. Людям все еще приходилось испытывать вызванные войной трудности и едва сводить концы с концами. Война задела своим беспощадным крылом и нашу семью. Мой отец ушел на фронт и не вернулся. И хотя наша семья была небольшая, я, мама, бабушка и дядя, брат отца, мы очень нуждались. Работа в колхозе ничего толком не давала, да и весь наш домашний скот составлял всего лишь несколько овец. Коров, которые могли бы стать немалым подспорьем в нашем хозяйстве у нас не было, и поэтому, закончив полевые работы, мой дядя в начале осени отправлялся в город подзаработать и через несколько месяцев накупив на заработанные деньги кое-что для дома возвращался обратно. Так было и в этот раз. Каждый год дядя приезжал к началу Пасхи и Изида, чтобы нашей семье было бы чем отметить праздник. Но в тот год он приехать не успел и через людей он послал весточку, что пока ему не удалось ничего подзаработать и что он задержится. В те дни нашей ночной трапезы во время Пасхи члены семьи встают затемно еще до восхода солнца, плотно едят, чтобы до вечерней зари ничего не ели и не пили. Было мацони, которое мама заготовила еще осенью. Для того, чтобы оно подольше сохранилось свежим, мама закватила его в глиняной посуде и сверху залила растопленным маслом. На ужин же у нас были кайси, сушеные абрикосы. В ту осень их привезли в нашу деревню и меняли на овес. Мама обменяла два ведра овса на немного кайси и отложила их на Пасху. И все три дня праздника это было единственным блюдом, которым мы могли угостить соседей запоминание мертвых. Каждый день мама относила приготовленные кайси к кому-нибудь из соседей и они поступали так же. Так было заведено по обычам езидов. В самый главный день Пасхи, пятницу, мама приготовила савар, дробленая пшеница. Но к нам в гости пришли только несколько близких соседей. Вот если бы дядя мой был дома, тогда все было по-другому. И всякой еды было бы побольше, и он сам с группой мужчин походил бы по соседям и навестил бы чуть ли не каждый дом в деревне. В тот год Пасха без моего дяди прошла очень скучно и тоскливо, и мы, кое-как справив этот праздник, нетерпеливо ждали его возвращения. Шли недели, а его все не было. В ту зиму выпало много снега. Стоило выйти из дому, как перед тобой открывалась удивительная по своей красоте картина. Все вокруг было белым-бело, и толстый снежный покров слепил на солнце глаза. Когда поднимался ветер, то разыгрывалась такая вьюга, что сосед не мог зайти к соседу. Обычно метель мела в течение нескольких дней, потом все успокаивалось, выглядывало солнце и ударял крепкий мороз. Снег становился таким твердым, что мы, дети, даже на лыжах не могли удержаться на нем и все время скользили. Ледяной покров на ручье, который протекал по нашей деревне, был таким толстым, что для того, чтобы прорубить прорубь, мужчинам приходилось разламывать его ломом. Да и то с большим трудом. Прорубь была настолько глубокой, что очень часто опущенная в нее рука не доходила до воды. Я даже помню случай, когда одна из женщин нашей деревни умудрилась угодить туда, и если бы к ней на помощь не подоспел наш сосед, она бы там так и утонула. Мы, дети, с утра до вечера вертелись около этой проруби и играли. Намотав на наши нехитрые самодельные волчки тонкую веревочку, мы резким движением бросали их на лед и с удовольствием наблюдали за тем, у кого он провертится дольше. От холода наши руки и носы краснели, но мы все равно продолжали играть до тех пор, пока чувство голода не становилось нестерпимым. Тогда мы разбегались по домам в торопях и жадно ели приготовленный в тот день обед. Кто просто похлебку, а кто суп из кислой капусты и с бутербродом в руках снова выбегали на улицу играть. В тот год не хватало муки и хозяйкам приходилось выкручиваться. Варили картошку, очищали и холодной долго толокли ее в ступке, а потом добавляли ее в тесто, чтобы обычной муки уходило меньше. И помнится мне, как был вкусен тот хлеб. Так хотелось есть его, пока не насытишься. Но куда там? Годы были голодные и каждая хозяйка знала свои расчеты и пекла хлеб ровно столько, сколько позволило бы кое-как перебиться до весны. Как-то раз победов погасили мы наш тандыр и уселись вокруг него, чтобы насладиться все еще исходящим от него теплом. В этот момент на крыше нашей землянки послышались чьи-то шаги. Вдруг слышим, какой-то мужчина кричит нам в дымовое окно. Это дом Хамида? Да, отвечает мама. Заходи, брат, заходи. У меня тут для вас весточка, я тут вас жду, снаружи. Я, мама и бабушка тут же выбежали из дому. Мужчина спустился с крыши и подошел к нам. Что-то случилось? с тревогой спросила бабушка. Не бойся, сестра, слава богу, все в порядке, ответил он. Я и Хамид вместе возвращались из города. Вот только ноша у него тяжелая, потому он и остался в ущелье. Просил передать, чтобы жена, брат и племянник пошли к нему навстречу и помогли все это дотащить. И поторопитесь, чтобы успеть к нему пока не стемнело. Сколько не уговаривала его бабушка, чтобы он зашел домой, он не остался, попрощался с нами и ушел. Мы вернулись домой. Нашей радости не было предела, ведь дядя наконец-то возвращался из города, да еще не с пустыми руками, а с такой поклажей, что и одному не донести. Воображение сразу же нарисовало мне кучу еды и вещей, которые были совсем рядом, стоило только немного проявить усердие и поторопиться. Я быстро надел мои старые чарыхи, натянул телогрейку, нахлобучил шапку и готовый уже стоял у двери, ожидая маму. Она тоже поспешно тепло оделась, и мы вышли из дома и направились к горному перевалу. Светило полуденное солнце, но его лучи были слишком слабы, чтобы смягчить крепкий мороз. Снег глухо скрипел под ногами. Мы шли по параторенной узкой дороге, по которой мог бы пройти только один человек. Я был впереди, а мама шла за мной. Нетерпение и предвкушение скорой встречи так гнали меня вперед, что мама очень скоро стала заметно отставать. «Ты иди, сынок, меня не жди», сказала она мне. «Иди вперед, а я тебя потом нагоню». И я понесся во весь дух. Да усталость или мне, когда знаешь, что приехал дядя. И потом, сегодня вечером в деревне играют свадьбу, и я спешу, чтобы успеть вовремя вернуться. Я бегу во весь опор, и вдруг замечаю, как группа путников поднимается в гору. Я в душе решил, что должен их обязательно перегнать. Это прибавило мне силы, и я, перемежая ходьбу с бегом, кинулся вперед. Бежать было тяжело, иногда поскальзывалась нога, и мне с трудом удавалось сохранить равновесие, а то и вовсе я с разбегу сбивался с этой узкой дороги и увязал в снегу. Кое-как, выбираясь из снежного плена, я опять выходил на дорогу и так же целеустремленный быстрым темпом шел вперед, стараясь более сосредоточенно смотреть себе под ноги. В какой-то момент я поднял голову и заметил человека, идущего мне навстречу. Приблизившись, я узнал в нем своего дядю и кинулся к нему на шею. Он поцеловал меня и спросил, «А где же твоя мать?» «Она идет за мной, просто за мной не успевала, вот я и пошел вперед тебе навстречу. Надо спешить, чтобы пока не стемнело, мы бы вернулись». «А у меня уж сил нет, чтобы идти с вами. Вот». И дядя указал на большой и тяжелый баул, который волочил за собой. «Только это ведро масла и кое-что из вещей я смог взять с собой. А большой тюк я оставил там, в ущелье. Я его спрятал у скалы наверху белого источника. Поторопись, чтобы опередить этих путников, как бы они не успели раньше тебя и не нашли бы вот этот тюк. Кто их знает? Может, заберут его, так что давай-давай, поторапливайся». «Знаю, тюк большой, тяжелый и один ты его не поднимешь. Дождись маму и понесете его вдвоем». «Но, смотри у меня, ни в коем случае не возвращайся с ним в деревню. Уже поздно, холодно и вы не успеете добраться до темноты. Возьмете вещи и пойдете в соседнюю деревню, она там, недалеко, и переночуете там у нашего друга Рубена. А уж утром спокойно возвращайтесь домой. Слышишь меня, сынок? Смотри, не натвори глупостей и не вздумай на ночь глядя возвращаться обратно». Я ничего не ответил, повернулся и пулей кинулся вперед. Те несколько путников еще не достигли перевала, как я их обогнал. Один из них крикнул мне, что «Куда, мол, ты так торопишься, подожди, пойдем вместе». Но я на ходу ответил, что спешу и не могу составить им компанию. Дорога шла вниз. В ущелье снега было не так много. Я стремительно несся вниз и очень скоро добрался до оставленного моим дядей тюка. Сначала я попробовал взгромозить его себе на спину, но сколько ни старался, так и не смог. Уж больно тяжел он был. Потом я потащил его к краю небольшого оврага, сам спрыгнул вниз и потянул его на себя. Но и из этого ничего не вышло. Тюк упал на снег, а я, сбитый с ног под его тяжестью, никак не мог приладить его к своей спине. Я пыхтел, возился и так и сяк, но ничего не получалось. Тем временем я заметил приближающихся путников и испугался, что они могут отнять у меня мое сокровище. Я поспешно оттащил тюк и спрятал его за скалой, а заодно и собрал несколько камней на тот случай, если они вздумают отобрать у меня его силы. Я твердо решил, во что бы то ни стало защитить свой драгоценный груз, пусть даже ценой собственной жизни. Если бы в кои-то веки у нас появилась маломальски неплохая прибыль, так что ж теперь, так легко с ней расставаться? Ни за что, твердо решил я и воинственно настроившись уселся на корточке у скалы, охраняя спрятанный тюк. Через некоторое время показались путники, и они к моему большому облегчению даже не взглянули в мою сторону и пошли дальше, о чем-то беседуя. Я же не сходил со своего места, пока они не скрылись из виду. Потом встал, немного отошел и посмотрел в сторону перевала, откуда должна была показаться мама. Никого не было видно. Кругом стояла мертвая тишина, и даже не было привычного в то время суток ветра. Я почувствовал, что проголодался и вернулся обратно к тюку с надеждой найти там что-то съестное. Открыл туго завязанный узел и увидел лежащую сверху буханку хлеба. Я достал ее, отломил кусок и быстро съел. Потом отломил еще кусок. Немного утолив голод, я почувствовал жажду. Я сгреб со скалы немного снега и, подержав его во рту, сглотнул. Но жажду свою не утолил и так проделал несколько раз, пока не услышал голос, доносящийся издалека. Я посмотрел в сторону перевала и увидел маму, которая махала мне рукой и показывала жестами, чтобы я взял наш груз и шел обратно. В ответ я прокричал, что один не справлюсь и что нужна ее помощь. Тень понемногу стала покрывать ущелье. Солнце уже закатывалось за горы и становилось все холоднее. Мама стала спускаться вниз и пока она дошла до меня, мои руки успели как следует замерзнуть. Она подоспела и стала растирать мне их снегом. И действительно, очень скоро они согрелись. Потом мама сняла с себя одну из нескольких юбок. Это курдский женский национальный наряд обычно включает в себя несколько плессированных юбок. Расстелила на снегу, переложила на нее половину вещей и продуктов из тюка и туго перевязала противоположные концы, отложила этот узел в сторону. Затем мы вдвоем занялись тюком, который стал намного легче. Крепко завязали его, взгромоздили мне на спину и мама так умело закрепила его, что он плотно прилег к моей спине и ничего не болталось. После этого она перекинула свою ношу за спину и мы двинулись в путь. Я шел впереди и сразу же направился той дорогой, откуда мы но мама остановила меня. Подожди, сынок, разве дядя не сказал тебе, чтобы мы на ночь глядя не шли обратно, а добрались бы до соседней деревни и переночевали там у Рубена? Да, сказал, но за то время, пока мы доберемся туда, мы можем успеть вернуться домой и потом, ведь сегодня в деревне свадьба. Но ведь поздно, с сомнением в голосе сказала мама. Ничего, мы успеем, пока все соберутся для Гоу-Вианда, это национальный танец, хоровод. Мы к тому времени уже вернемся. Вот уж сколько лет, как в нашей деревне не справляли свадеб. Шла война и было не до этого, а это была первая послевоенная свадьба. И мы все за эти долгие тяжелые годы истосковались по веселью, по праздничной суматохе, по музыке. И поэтому мне хотелось во что бы то не стало успеть попасть на эту свадьбу. И не только из-за этого. В нашей деревне мне нравилась одна девушка. Я искал любой повод, чтобы хоть издали полюбоваться ей. А на эту свадьбу она уж точно пришла бы. И будь у меня связаны ноги, будь я за семью горами, я бы все равно сделал все, чтобы в этот вечер быть в деревне. Ничто не могло бы меня остановить. Ни зима, ни это глубокое ущелье, ни надвигающаяся темнота. С этим решительным настроем я шел обратно. Но возвращаться было гораздо труднее. Надо было преодолеть крутой подъем, да еще с тяжестью на спине. Шли мы не так быстро и часто останавливались, чтобы перевести дух. Во время очередной остановки мама, отдышавшись с упреком, сказала мне «Ой, и зачем нужно было нам, сынок, на ночь глядя возвращаться? А если не дай бог поднимется ветер и разыграется в юго, что нам тогда делать?» «Ничего страшного, мам», ответил я. «Небо ясное, ветра не будет. Вот увидишь, до ужина мы доберемся обратно и даже успеем к началу говянда». «Так ты из-за свадьбы не пустил, чтобы мы пошли к Рубену», сказала мама с улыбкой. Я ничего не ответил и пошел вперед. Мама последовала за мной. Немного похолодало, однако ветра не было, солнце уже скрылось за горами, но их вершины все еще были очарчены золотистым заревом. «Мам, давай прибавим шагу, чтобы пока еще засветло мы успели бы дойти до перевала», сказал я, а у самого в голове вертелось только одно. Как сделать, чтобы поспеть к свадьбе? Это придавало мне еще больше сил и гнало вперед. Я шел и не мог нарадоваться двум вещам. Предстоящей в деревне свадьбе и приезду дяди. Он по день не только съестное нам принес, но, наверное, и кое-что из одежды для меня. Упиваясь этими мыслями, я и не заметил, что мама сильно отстала от меня. «Мама, что случилось? Почему ты идешь так медленно?» прокричал издали я. «Трудно мне, сынок», ответила она еле слышно. Задыхаюсь я. «А почему не окликаешь меня, чтобы я тебя подождал? Я пару раз позвала тебя, но ты не услышал». Мне стало стыдно от того, что я, углубившись в свои мечтания, совсем позабыл про маму. Я остановился и подождал, пока она не подошла. Взял ее узел и положил на дорогу. Она подогнула юбки, присела и сказала мне, чтобы я тоже присел и хоть чуть-чуть отдохнул. Но я отказался и остался стоять. Она немного посидела, перевела дух, потом встала, взяла в руки свою ношу и мы опять двинулись дальше. Перевал уже был близок, но к тому времени солнце окончательно скрылось и стало совсем темно. Правда, чем дальше, тем больше крепчает мороз, но ветра нет. Наверное, сама природа сжалилась над нами, потому что если бы разыгралась вьюга, то еще неизвестно, чем бы закончился наш поход. А сколько было таких случаев, замерзали в этом ущелье, или же на них обрушивалась лавина. Рассказывали, как не так давно несколько человек из соседней деревни попали под лавину и сколько не искали их тела, никак не могли найти. И так они под снегом пролежали всю зиму до весны, пока не стал таять снег. Только потом их нашли и отвезли хоронить, как полагается. Но в этот раз нам с мамой повезло, ветра не было. В ущелье стояла мертвая тишина, которая время от времени нарушалась шумом небольших камней, которые попадали нам под ноги и скатывались вниз, увлекая за собой другие. Мои черыхи стали такими жесткими и так скользили по затвердевшему снегу, что мне с трудом удавалось удерживаться на ногах. Дорога была крутая и очень опасная, и сорвисья, как говорится, и косточек моих бы не собрали. Мам, твои черыхи тоже затвердели? спросил я. Ну, а как ты думал, сынок? Конечно. Смотри, будь осторожна, как бы не поскользнуться. Да что там я? Лишь бы с тобой ничего не случилось. Будь осторожен, не спеши. И, воздев руки к небу, взмолилась. Хатуна Фархан, согласно язитскому вероисповеданию покровительницы рожениц, я надеюсь на тебя. Помоги нам в эту ночь целыми и невредимыми добраться домой. Огради мое дитя от худого. Молю тебя. Обещаю, если все обойдется, я завтра же раздам горячий хлеб. Сынок, обратилась мама ко мне, если у тебя скользят ноги, я прихватила с собой несколько травяных веревок. Давай обвяжем ими твои чарыхи, и ты сразу же перестанешь скользить. Нет, пока не надо, слукавил я, стараясь выиграть время. А где эти веревки? Я их не видел. Ты разве не заметил, как я, когда укладывали твой тюк, положил их туда? Я захватил их на всякий случай, думала, что они могут нам еще пригодиться. Вот так, переговариваясь, мы поднимались наверх. Я шел и все время оборачивался назад, чтобы посмотреть, как идет мама, не нужна ли ей моя помощь. Но она уже не отставала и шла на несколько шагов позади меня. В тех местах, где было трудно пройти, я протягивал ей руку и изо всех моих детских сил тянул ее вперед. Один раз я поскользнулся и мамин испуганный крик эхом отозвался по всему ущелью. Но, к счастью, моя нога успела натолкнуться на большой камень. Не то я кубарем скатился бы на самое дно ущелья. Осторожней, сынок, осторожней! На маме от страха не было лица. И зачем я только тебя послушалась? Надо было идти нам к Рубену, как сказал твой дядя. И зачем я только согласилась? Ничего, мама, мы почти дошли до перевала, а там уж дорога идет вниз и нам будет легко. Вот увидишь, через полчаса мы будем в деревне. И действительно, до перевала оставалось совсем немного, но как раз таки этот отрезок пути был самым трудным. Наиболее крутой подъем начинался именно сейчас. Мы немного постояли, отдышались, передохнули и взявшись за руки осторожно пошли вперед. Я опять был впереди и передвигался медленными шагами, нащупав твердую почву под одной ногой, только тогда я поднимал другую и точно таким же образом делал следующий шаг. Мама ступала по моим следам. В те минуты мне казалось, что эта изнуряющая и опасная дорога никогда не закончится. Я почувствовал, что мама выбивается из сил и решил дать ей немного передохнуть. И я стал останавливаться через каждые пять шагов. Пройду пять шагов и остановлюсь. Потом опять пять шагов и снова пауза. Ты зачем так часто останавливаешься, сынок? спросила мама. Устаю, солгал я, но мама поверила сразу. Да слепнут мои глаза, как же это так, запричитала она. Ведь говорил я тебе не возвращаться сегодня в деревню, а ты меня не послушался. да я и сама виновата. Не надо было с тобой соглашаться. Ничего, мам, осталось совсем немного, стал я ее успокаивать. Мы почти у перевала, а там уж дорога легкая и безопасная. Короче говоря, мы дошли до перевала. Здесь наверху всегда был сильный вихрь, но сейчас сдул только слабый ветерок. Выглянула луна, и ее свет красиво освещал всю местность, покрытую нетронутым толстым снежным покровом. Издалека была видна наша деревня. Мы не задержались на вершине перевала, потому что боялись замерзнуть. Дул ветер, а мы, разгоряченные, вспотевшие от тяжелой дороги, стояли на самом открытом месте. Дорога шла вниз, и снег под ногами был уже не таким твердым и скрипучим, как в ущелье. Мы стали быстро спускаться вниз, как вдруг мама неожиданно закричала. Хамид, Хамид, мы идем. Мам, ты что, не знаешь, что дядя не должен идти нас встречать, удивился я. Он сам сказал мне, чтобы мы шли в соседнюю деревню и переночевали там. Он и мне так сказал, вздохнула мама. Так зачем ты его зовешь? А вдруг здесь дикие звери поблизости. Может, они услышат мой голос и не станут близко подходить. А может, и наоборот, они услышат твой голос и прибегут. Тогда что? Нет, сынок, звери, услышав голос человека, пугаются и уходят. Я промолчал, но сомнения и тревога вкрались в мою душу. Я почувствовал, что мама могла позвать кого-то только от сильного страха, и мне стало не по себе. Обратная дорога была намного легче. С того момента, как мы обогнули перевал, мама шла впереди, а я за ней. Небольшие овраги перемежались невысокими холмами. Стоило нам спуститься в овраг, деревня исчезала из виду, но как только мы поднимались наверх, она снова была хорошо видна, и одни только мысли о том, что сегодня там будут праздновать свадьбу, грели душу и толкали уставшие ноги вперед. Мы прошли довольно много и уже вышли на равнину. Начиналась ровная дорога, но деревня была все еще далеко, ветра не было, и все вокруг было спокойно. Приободрившись, мама стала рассказывать мне разные истории, и так, коротая время, мы возвращались домой. И вдруг, как будто кто-то на ухо мне сказал, чтобы я оглянулся и посмотрел назад. Я повернулся и заметил вдалеке что-то серое, идущее вслед за нами. Это серое напоминало собаку, и я сразу же догадался, что это волк. В наших краях водились только волки и лисицы, но это существо не было похоже на лисицу. Значит, это мог быть только волк. Говорят, в такие моменты мысль человека начинает усиленно работать, и я тут же вспомнил, что волки боятся огня. «Не бойся», сказал я сам себе, «у меня же есть с собой травяные веревки спички. Он еще далеко, а если приблизиться, я подожгу эти веревки, и он не посмеет броситься на нас». Видно, мама действительно испугалась, раз стала громко звать дядю. Поэтому не надо ничего ей говорить, может, все обойдется. Но нужно торопиться, чем ближе к деревне, тем меньше для нас опасности. Я еще раз повернулся и посмотрел на волка. «Нет», облегченно вздохнул я, «он еще далеко. Между нами несколько холмов и оврагов. Далеко-то далеко, но что для волка расстояние, если он побежит вовсю прыть? Нам надо спешить». «Давай-ка поторопимся, мама, у меня стали замерзать ноги», соврал я. «Да слепнут глаза твоей матери, а что же ты молчишь и не говоришь мне?» «Ай, я только что почувствовал». «Раз так, давай достанем те веревки, что у тебя в тюке, распустим их и положим тебе подступни, ты сразу же согреешься», сказала мама. «Нет, нет, не надо», ответил я, «давай только пойдем быстрее». Мама зашагала быстрее, я, идя следом, все оборачивался назад, а он проклятый упорно шел за нами. Оглянувшись в очередной раз, я обнаружил, что волка не видно. Все еще не веря в то, что он мог отстать от нас и все-таки с маленькой надеждой в душе, я решил воспользоваться этой небольшой передышкой и попросил маму остановиться. «Давай достанем из тюка те веревки, пусть они побудут у меня, и если почувствуешь, что мерзну, тогда сделаю так, как ты сказала». Мы открыли тюк, и веревки действительно лежали сверху. Мама хотела было распустить их, но я не пустил, они нужны были мне в сплетенном виде. Мы опять завязали тюк, мама взгромоздила мне его на спину, и я, зажав в руке веревки, ставшей моей надеждой, был готов идти дальше. В этот раз мама захотела, чтобы я шел впереди, но я, ссылаясь на то, что так еще больше промочу ноги, отговорил ее, и мы двинулись в путь. Она впереди, я следом». Пройдя несколько шагов, я опять оглянулся. Нет, идет проклятый, не отстает. Видимо, тогда, когда его не было видно, он шел по оврагу. Расстояние между нами все еще немалое, да и деревня уже недалеко. Я приложил руку к карману и нащупал в нем коробок спичек. Слава Богу, он на месте. А вдруг волк настигнет нас? Мне надо быть готовым. Мы идем очень быстро. Снег глухо скрипит под ногами, на небе светит полная луна, а я все поворачиваюсь и смотрю назад. Волк по-прежнему идет за нами. И чем дальше, тем больше сокращается расстояние между нами. Мы совсем близко от деревни, и хотя уже слышен лайт деревенских собак, я все еще не рискую сказать маме, что за нами идет волк. А вдруг она испугается и что-то случится, думаю я. и поэтому твердо решаю ничего не говорить, пока мы не дойдем до безопасного места. Иду и все тороплю маму, что мол замерз, давай побыстрее, а не то ноги уж совсем закоченели. От страха я позабыл все, и неимоверную усталость, и тяжесть тюка, свадьбу, в голове вертелось лишь одно, что делать, чтобы спастись от волка. Как увижу, что он близко, я подожгу эти веревки, лихорадочно думал я, и сжал их в кулаке еще сильнее. Я знаю, знаю, точно, твердил я себе, что волки огня боятся, не нападают на людей, вот только надо чаще оборачиваться, чтобы он нас не застиг врасплох. Я стал оглядываться на каждом шагу, из-за чего пару раз даже сбился с дороги и увяз в снегу. К счастью, мама этого не заметила. Я иду, все проверяю, на месте ли мои драгоценные спички. Слава Богу, они на месте. Я даже боялся вынуть их из кармана, чтобы они вдруг не выпали бы из моих замерзших и неловких рук и не упали на снег. Кому нужны были отсыревшие спички, поэтому я не убирал руку с карманы. Эти спички и туго сплетенные травяные веревки были моей единственной надеждой против одинокого и голодного волка, гнавшегося за нами по пятам. Я опять оглянулся и с ужасом увидел, что он бежит намного быстрее, чем раньше. Но мы к тому времени уже были у полей рядом с домами. Уже отчетливее слышен лай собак, доносятся звуки веселой музыки и видны люди, снующие раз, я застыл от увиденного и меня прошиб холодный пот. Волк бежал во весь опор. Ноги мои ослабли, и я не мог заставить себя сдвинуться с места. Не знаю, минута ли прошла или больше, но кто-то как будто шепнул мне на ухо про спички и веревки. Опомнившись, я трясущимися руками отделил одну веревку, запустил руку в карман за спичками и в эту минуту две наши деревенские собаки с лаем пронеслись мимо меня и кинулись дальше. Ни живой, ни мертвый я посмотрел в эту сторону. Смотрю, они пробежали немного, резко встали и яростно залаяли. Лают, а вперед не идут. А волк уже совсем близко от нас, тоже стоит как вкопанный. Теперь ни собаки не рискуют кинуться на него, ни волк вперед не идет, а мама продолжает себе идти дальше, не обращая ни на что внимания и даже не оглядываясь. Я крикнул ей, чтобы она меня подождала. Мама остановилась. Я подоспел и уже успокоившись, потому что опасность миновала, спокойно сказал, мама, оглянись и посмотри назад. Она тут же обернулась. Это собаки нашего Усоу. Что там такого? Недоуменно отозвалась она. Я знаю, что там собаки, сказал я, но там, подальше на дороге, что ты там видишь? Мама вгляделась, громко вскрикнула и упала без чувств. Я кинулся к ней, стал растирать ей лицо снегом и трясти ее за плечи. Когда она очнулась, я принялся ее успокаивать. Ну, что же ты, мы уже дошли, он нам уж ничего не сделает. Видишь, собаки на него вовсю лают. Да разве он рискнет приблизиться хоть на шаг? Мама немного перевела дух. А когда ты его заметил? На обратном пути, уже после того, как мы обогнули перевал, с того момента я ни на минуту не выпускал его из веду. А почему же ты мне не сказал? А что нужно было сказать? Что волк за нами идет? Нет уж, я правильно сделал, что ничего не сказал. А то бы ты, как сейчас, упала бы в обморок, и что бы было тогда с нами? Он бы настиг нас в два счета, и все. А если бы я не сказал тебе об этом сейчас, а только дома, то ты бы мне оглянулись назад. Волк так и стоял, где остановился. Да и собаки тоже не кидались вперед, предпочитая лаять и рычать на него с безопасного расстояния. Мы с мамой пошли дальше и очень скоро вошли в деревню. Музыканты уже выходили из дома жениха, и за ними потянулся народ, предвкушающий долгожданное веселье и танцы. Мы дошли до нашего дома, тем временем дядя и бабушка уже собирались, чтобы пойти на свадьбу, как вдруг открылась дверь, и мы измученные и уставшие зашли внутрь. Увидев нас, дядя поразился и некоторое время не мог вымолвить ни слова, и почему-то он в сильном замешательстве смотрел именно на меня. А как это вы пришли? спросил он. Да пришли кое-как, ответила мама, тяжело вздохнув. Но ведь я вам сказал, чтобы вы шли в соседнюю деревню и возвратились только утром. Он немного повысил голос. А что там было делать? Я не нашел никакого другого ответа. Ох, если бы ты знал, что с нами по дороге приключилось, сказала мама и покачала головой. А что случилось? И мама рассказала эту историю со всеми подробностями. Горе мне, вскрикнул дядя и хлопнул себя по коленям. Да разве можно так? Можно было так рисковать? А если бы что-то не дай бог случилось, если бы волк напал на вас, тогда что? Послушай, обратился он ко мне, я знаю, это все твои проделки. Ты что, не понимаешь, чем все это могло закончиться? Тебе же было сказано не возвращаться сегодня назад. А ничего бы он не сделал бы, сказал я тихо. Как это не сделал бы? Дядя еле сдерживаясь повторил мои слова. А что обычно делают с людьми зимой голодные волки? Может ты думал, что он придет и полежит тебе руку? Или ты не знаешь, сколько людей в этом ущелье стали его добычей? Господи! Он воздел руки к небу. Спасибо тебе за то, что в эту ночь ничего плохого не случилось и за то, что ты не дал прерваться роду моего брата. Но ведь со мной были веревки и спички, поспешил сказать я в свое оправдание. Разве волк посмел бы напасть на нас? Как это? И что бы ты делал с этими веревками и спичками? удивился дядя. Может ты думаешь, что мог бы напугать ими голодного волка? Да, мог бы, уверенно ответил я. Интересно как? Я бы поджег веревку с одного конца и нес бы ее за собой. Волк бы испугался огня и не напал бы. Ну ты даешь, дядя улыбнулся. Мои доводы явно развеселили его, и он уже был не так зол на меня. С чего ты взял, что волк испугался бы? Об этом написано в моем учебнике. Я даже немного был горд тем, что мог показать свои знания. А еще могло бы быть и так, что волк принял бы эти веревки за змею. Змеи они тоже боятся. Дядя ничего не ответил и посмотрел на меня уже более ласково. А я быстро снял свои черыхи и уселся бабушка попросила у меня спички. Ей нужно было зажечь лампаду, чтобы пройти в кладовую и наскрести нам кое-что на ужин. Я достал из кармана спички и протянул ей коробок. Она взяла его, отошла к нише, где стояла лампада и вдруг вернулась обратно. Сынок, но там только обгоревшие спички и нет ни одной целой. Чем же мне зажигать? Я подпрыгнул, подбежал к бабушке, взял коробок и посмотрел. Действительно, там лежало несколько обгоревших спичек, которые я, видимо, по рассеянности не выбросил и машинально положил обратно, а потом и вовсе позабыл об этом. Я застыл. Потом посмотрел на маму, она лишь покачала головой. Я в растерянности перевел взгляд на дядю. Хм, и ты хотел напугать волка этими обгоревшими спичками? С иронией сказал он и махнул рукой. Через некоторое время мы всей семьей пошли на свадьбу. И почему-то мне хотелось верить, что вся деревня узнала о том, что за нами гнался волк, но я его не испугался. Я чувствую себя в тот вечер настоящим героем важно расхаживал туда-сюда и иногда поглядывал на ту девушку. Но к моему великому разочарованию она ни разу так и не посмотрела в мою сторону. А на следующий день мама испекла хлеб и, как обещала, раздала его по соседям. письмо письмо рассказ моего товарища письмо письмо Челе была самой красивой девушкой в нашей деревне. Она была так хороша собой, что на нее заглядывались не только мы, молодые парни, но даже наши почетные старцы, которые не упускали случая украдкой кинуть на нее восторженный взгляд, когда она проходила мимо. В нее была влюблена вся наша молодежь и ссоры, а иногда и драки из-за нее случались довольно часто. Ей же было все нипочем. Красивая и уверенная, она никого особо не выделяла и со всеми держалась одинаково ровно. Что греха таить, я тоже был в нее влюблен. Я, как и все, любовался ею издалека, ронял тяжелые вздохи, но прекрасно понимал, где я, а где челе. Я невысокий, черненький и вдобавок рябой. Она высокая, стройная, с красивым лицом и белоснежной улыбкой. Я такой застенчивый и нерешительный. Она такая уверенная в себе и в своей красоте. А чем мог похвастаться я? Разве что своим тихим, спокойным нравом и тем, что хорошо учился? Но хорошая учеба никак не могла стать для меня нехорошими туфлями, в которые я мог бы обуться, некрасивой одеждой, чтобы я мог принарядиться. Да и тихий мой и спокойный характер вряд ли мог прибавить мне веса по сравнению со всеми остальными нашими парнями, такими живыми, озорными и бойкими. Вот поэтому очень часто меня можно было увидеть таким угрюмым, мрачным и невеселым. Но разве любовь знает границы? Разве этому чувству было дело до моих терзаний? Любовь к челе продолжала жить в моей душе, заставляла меня по-прежнему искать ее глазами и считать себя счастливым, хотя бы потому, что она есть. живет рядом, дышит со мной одним и тем же воздухом, что я могу ее видеть иногда даже по несколько раз в день, пусть даже издали. Мне и этого было достаточно. А когда нам, молодым парням и девушкам нужно было вместе идти на какие-нибудь колхозные работы, я от радости не чуял под собой ног. Ведь в такие дни я мог с утра до самого вечера видеть ее, слышать ее и наслаждаться ее нежным голосом и звонким смехом. Очень часто, когда мы заканчивали работу и вечером гурьбой возвращались обратно, она беззаботно щебетала, шутила, смеялась и непременно делала так, чтобы речь заходила почему-то именно обо мне. Я же обескураженный и растерянный такие минуты превращался просто в глухого и немого. И все потому, что я боялся, страшно боялся ее красоты. Я боялся, что если оброню хоть слово, то сразу же себя выдам и все поймут, что я в нее влюблен. Я боялся, потому что считал, что я ей не пара и боялся, что вся деревня, узнав о моих чувствах к ней, тут же поднимет меня на смех. Ее красота пленяла меня и в то же время убивала. Лишала воли, отнимала язык. Я был рабом этой красоты, ее невольным пленником и бессловесным заложником. Однажды из-за нее я даже умудрился подраться с одним парнем и дело было так. Мы были на полевых работах и один из наших парней здоровенно верзила, позволил себе грубо и нагло выразиться, когда Челе была рядом. Я не выдержал и, размахнувшись, дал ему увесистую пощечину. Сначала он опешил от такой наглости, но, придя в себя, обрушил на меня такой удар, что я еле устоял на ногах. Раздался крик Челе, и я, невольно повернувшись в эту сторону, успел заметить, как она резко побледнев и с расширенными от страха глазами вцепилась подружке в руку. И в тот момент я почувствовал второй удар, но только уже в спину. Верзилу еле успели оттащить в сторону, не то мне пришлось бы совсем не сладко. И хотя места от его ударов болели еще долго, я ни на секунду не пожалел о своем поступке. После того случая я почему-то стал смущаться еще больше, стоило мне оказаться в одной из Челе компаний. Будь то на колхозных работах, в поле или просто в деревне. Но Челе не унималась и продолжала, пользуясь любой возможностью заговаривать со мной. Легко и непринужденно болтая о всяких пустяках, она заглядывала мне в глаза. Ах, эти ее черные глаза. Такие красивые, такие выразительные, такие искрящиеся. Они сводили меня с ума и заставляли трепетать мое бедное измученное сердце. В них было столько жизни и огня, что я рабел и в страшном смущении не мог выдержать их взгляда хотя бы на мгновение дольше. Челе же словно не замечала моего состояния и продолжала спрашивать меня о чем-то. Но я впав в полное оцепенение, упрямо и глупо молчал, напоминая в такие минуты жалкого глухонемого. Мне казалось, нет, я был уверен в том, что она попросту издевается надо мной, и это еще больше угнетало и подавляло меня. Иногда она приходила к нам домой. Со стороны бабушки мы приходились друг к другу родней. Стоило ей зайти, как я, смутившись, всегда старался под каким-нибудь предлогом уйти. Я выходил, но разве мысли о ней позволили бы мне уйти далеко? Я выбирал укромное место недалеко от дома, чтобы оттуда, оставаясь незамеченным, ждать, когда же она выйдет, и смотреть на нее, любоваться ею, хотя бы издали любоваться, не отрываясь и не боясь, что она или кто-нибудь другой может это заметить. Но если я даже и оставался дома, то старался сделать вид, что чем-то очень сильно занят, а сам при этом ухитрялся время от времени бросать на нее незаметные взгляды. Челе же, как назло, все время смотрела в мою сторону, заглядывала мне в глаза и даже могла со смехом обратиться к моей бабушке. «Тетя, а ты взяла бы меня к себе в невестке?» и заливалась звонким девичьим смехом. «Знаешь, какая хорошая из меня вышла бы сноха, и внимательная, и заботливая?» «Она что, издевается надо мной?» — думал я. «Что ей нужно?» «Мало мне своих мучений, так она еще и масло в огонь подливает». «В который раз я отвердил себе, что хватит, пора вырвать из своего сердца эту любовь, что надо взять себя в руки и тоже, как она, стать беззаботным и точно так же отвечать на ее шутки и намеки. Но это было выше моих сил, я не мог. Огонь в моем сердце продолжал гореть время от времени то тлея, то возгораясь с новой силой. Я не мог ничего с собой поделать, ни с собой, ни со своим измученным сердцем». Время шло, и разве такая красавица, как Челе, стала бы надолго засиживаться в девушках? Во всей деревне не было, пожалуй, другой такой семьи, куда так часто приходили бы свататься. Очень многие хотели бы взять Челе в жены, но ее отец всем отказывал. Каждый раз, узнав об очередном его отказе, я был на седьмом небе от счастья. Ее отец, сам того не подозревая, стал для меня надеждой, и я день и ночь молился за этого человека, воздавая ему в своих мыслях бесконечные хвалы. Но все вдруг закончилось в один прекрасный день. Ах, этот день! Каким же он был страшным, неожиданным, жестоким. К дому ее отца подкатила новенькая автомашина, откуда не спеша вышли несколько щеголевато одетых мужчин. Немного замешкавшись во дворе, они в полголоса сказали друг другу несколько слов, а потом степенно и уверенно вошли в дом. По деревне моментально разнесся слух, что к Челе приехали свататься, и что эти люди из самого Тбилиси. Уже в который раз от таких известий у меня обрывалось сердце, в который раз я уныло направлял свой несмелый шаг к деревенскому складу, откуда дом отца Челе был виден как на ладони, в который раз я стоял и смотрел в ту сторону, терзаемый невеселыми мыслями, где все же для надежды еще оставался маленький уголок. Я смотрел на этот дом, а вокруг царило оживление. Туда заторопилась их родня, кто-то успел вызвать ее замужнюю сестру, которая жила на другом конце деревни, вскоре подошел и взять. Что-то мне не нравилось все это, я, одолеваемый тревожными и мрачными чувствами, даже не сразу заметил, как Челе вышла во двор, оглянулась вокруг и внимательно посмотрела в мою сторону. От ее взгляда у меня так перехватило дыхание и забилось сердце, что я перестал соображать, где я нахожусь, зачем я здесь. Я видел перед собой только ее, а все остальное стало расплываться перед глазами и превратилось в какие-то бесформенные и бесшумные тени. Стемнело, и люди постепенно разошлись по своим домам. Я же стоял, как вкопанный, такой потерянный и несчастный. Неизвестность убивала меня, и мне хотелось только одного — превратиться в один из тех камней, из которых сложены стены ее дома, чтобы разузнать, что же там внутри творится, о чем говорится, договорились ли о чем-то или нет. Я так долго и неотрывно смотрел на эту дверь, что она тоже замаячила перед моими глазами в виде темного бессмысленного пятна, а я все стоял и не мог сдвинуться с места. Настал поздний вечер, дул легкий теплый ветерок, а луна светила так ярко, словно дневное солнце. Небо было ясным и усыпанным мерцающими звездочками. Наступила тишина, иногда прерываемая лаем деревенских собак. Везде погасли огни, и только в их доме свет продолжал гореть. Видно, там еще продолжали о чем-то договариваться. Наконец, и этот огонек погас. Так, ничего и не узнав, я повернулся и поплелся домой, лег в постель, но так и не смог уснуть до самого утра, ворочаясь сбоку-набок. Да сна ли мне было, когда в голову лезли дурные мысли и плохое предчувствие не оставляло меня ни на одну минуту. С утра пораньше, под предлогом, что мне надо натаскать для дома воды, хотя на самом деле в жизни такого не делал, я поспешил к источнику. Я знал, что именно туда стекаются все деревенские новости, и что бы ни случилось в деревне, это обязательно будет обсуждаться в длинной очереди за водой. Там уже стояло несколько женщин, они о чем-то оживленно разговаривали, и хотя я еще не успел расслышать ни слова, у меня от страха сжалось сердце. Не твердыми шагами я подошел поближе, а ведь этим вечером Челе дочь Аслана обручили. Я уже ничего не слышал. В ушах зазвенело, меня прошип пот, и я как в полусне отложил коромысло в сторону, подставил ведро под струю воды и уселся рядом. Ведь ведро твое давно наполнилось, зачем не убираешь? Вдруг донесся до меня голос одной из женщин. Я машинально взял коромысло и хотел было захватить им ведро с водой и уйти, как опять услышал все тот же голос. А второе ведро, не будешь его наполнять? И только тогда до меня дошло, что второе ведро оставалось пустым. Я принес воду домой, но едва успел оставить ведро у двери, я снова выскочил во двор и, обезумив, помчался все к тому же колхозному складу, лелея в душе слабую надежду, что разговоры женщин про обручение челе не больше, чем домыслы и сплетни. Машина гостей из Тбилиси стояла во дворе их дома. Они, зевая, подтягивались один за другим полуодетые выходили на улицу умываться. Челе с полотенцем на плечах и с кружкой в руке поливало им на руки. Вышел ее отец и в прекрасном расположении духа о чем-то сладко-сладко с ними разговаривал. Потом, когда все умылись, вместе зашли обратно домой. Мне стало все ясно. Челе обручили. Эту новость обсуждали в деревне все, от мала до велика. Парням не оставалось ничего делать, как тяжело вздыхать, что такая красавица, как Челе, покинет деревню. Эх вы, растяпы, кипятились взрослые и выговаривали в сердцах молодым. Как могли упустить такую девушку? А те ничего не отвечали, лишь стояли, понурив головы. По деревне поползли слухи, что вместе со сватами приехал и сам жених. Что и говорить, это вызвало такую волну разговоров и насмешек, что крепко досталось и самим сватам и ее отцу. Все только и судачили о том, что эти тбилисские совсем позабыли наши обычаи, а ее отец, недолго думая, взял и сразу согласился отдать им дочь. Так оно и было. Они приехали, увидели Челе, она им понравилась, еще бы Челе им не понравилось. А вот насчет жениха ходили разные слухи. Одни говорили, что он ей не пара, другие злословили, что он хотя и некрасив, зато отец его очень обеспеченный человек и что их семья ни в чем не нуждается. Как бы то ни было, нам так и не удалось самим посмотреть на новоиспеченного зятя. Гости из Тбилиси в тот же день сели в свою машину и горделиво и небрежно высунув руки из окон по самой локте уехали. К вечеру как обычно у колхозного склада собрались мужчины, вскоре к ним присоединился и отец Чилия. Слышали, ты дочь обручил? Поздравляем! Обратился к нему один пожилой и очень уважаемый всеми мужчина. Спасибо! Пусть такое счастье придет к порогу каждого дома, ответил он, обращаясь ко всем собравшимся. Дай бог, но, если сказать откровенно, не по душе мне это обручение. Такая девушка как Чилия, открыто сказал старец и недовольно покачал головой. Ну, зачем же, возразил ее отец, чем плохо, если моя дочь попадет в такой город, как Тбилиси. Семья их, слава богу, богата, вот и будет она, как сыр в масле кататься. Не то, что здесь, в этой глухой горной деревне, где за весь год даже и фруктов толком не увидишь. Ну, так и скажи, что отдал дочь за фрукты. Отрезал старец, и все кругом рассмеялись. Отец же смутился, покраснел и не нашелся, что ответить. Да ладно, чего вы к фруктам прицепились, вмешался другой сельчанин. Ты лучше скажи, как тебе твой зять, что он за человек. Мой зять, повторил ее отец и снова приободрился. Да такого парня еще поискать надо. Говорят, в Тбилиси его все знают и уважают. Да я и сам этим вечером убедился, какой он крепкий и сильный. Вы представляете, он вчера столько выпил, но нисколько не опьянел, а ведь так держать себя в руках не каждый сможет. Выслушав такую пламенную речь, сельчане лишь переглянулись и незаметно усмехнулись в усы. А я снова, как и раньше, стал ходить к колхозному складу в надежде, что смогу хотя бы издали видеть ее и тем самым хоть немного успокоить свое пылающее сердце. Но Челе все реже выходила из дома, как-никак она была уже невестой и не пристала ей так часто, как прежде заглядывать к соседям. У нее была уже не та беззаботная веселая походка. Опустив голову, она старалась быстро пройти, нигде не задерживаясь, а появившаяся на лбу хмурая складка омрачала это прекрасное и нежное лицо. Лишь только однажды Челе заглянула к нам. Зашла, присела и завела о чем-то разговор с моей бабушкой, бросая при этом на меня косые и недовольные взгляды. Мне стало не по себе и я весь невольно сжался. Челе, доченька, поздравляю, будьте счастливы, желаю вам состариться на одной подушке. Обратилась к ней бабушка и эти слова как острые стрелы впились мне прямо в сердце. Будь проклято такое счастье! В полголоса сказала Челе, глубоко вздохнула и снова посмотрела мне в глаза. Но стыд, страх и смущение сковали мне язык, и я, как и прежде, не мог заставить себя сказать ей хоть что-нибудь из того, что чувствовал и отчаянно желал. Прошло несколько месяцев. Настал день свадьбы Челе. С самого утра я сам не свой решил, что когда ее будут выводить из отцовского дома, уйду куда-нибудь подальше и, наблюдая за ней издали, не боясь чужих глаз, мысленно попрощаюсь с ней. Но и этому моему скромному желанию не суждено было сбыться. Ее отец несколько раз посылал за нами, но я отказывался, говоря, что болен. Да и с каким сердцем я пошел бы туда? Но ее отец не унимался. Он пришел к нам и сам силой отвел нас на эту свадьбу. И зачем только я дал себя отвезти туда? Я не знал куда деваться от тоски, которая вместе с громкой веселой музыкой сжимала мое сердце. Чем дальше, тем сильнее. Се где-то далеко в углу, я не мог избавиться от жуткого оцепенения и лишь с горечью наблюдал за тем, как гости из Тбилиси, сидевшие во главе стола, чувствовали себя хозяевами праздника и с высокомерием руководили. Я сидел в углу и все поглядывал на дверь, глупо надеясь, что я смогу хоть раз увидеть ее. Но она не показывалась. Как невесте, ей было положено сидеть в сих пор, пока по указанию стороны жениха ее не выведут из отцовского дома. Я сидел как убитый и громкая музыка превратилась для моего слуха в немыслимую пытку. Мне казалось, что не веселые песни, а крик челея заполняет все пространство вокруг, крик о помощи и горячей мольбы не забирать ее силой, не выдавать замуж, не увозить далеко. У меня пересохло в горле, а голова была как в огне. Ну, давайте, выводите невесту! Донеслись до меня эти страшные слова, и когда я открыл глаза, обнаружил, что лежу у себя в постели, а бабушка сидит у изголовья. Слава Богу, ты очнулся, запричитала она, увидев, что я пришел в себя. Как такое могло случиться, сынок? Ведь ты вроде и к выпивке не притронулся. Или все-таки опьянел, а я не заметила, да? Откуда бедной бабушке было знать о том, что я был пьян, но пьян не от выпивки, а от любви? И что ее сила бьет гораздо сильнее и может свалить с ног даже самого трезвого человека? Оказывается, когда челе стали выводить, я покачнулся и потерял сознание, а двое моих друзей притащили меня домой и уложили в постель. Челе увезли, и деревня для меня опустела. Мне ничего не оставалось, как смириться с этим и все свои силы и помыслы и желания обратить на учебу. Только в ней я находил какое-то успокоение, только она могла меня хоть немного отвлечь от печальных мыслей воспоминаний. Прошли годы. Я закончил школу, потом университет и стал работать на курдском радиодиктором. Работа мне нравилась, да и душевные раны постепенно затянулись. Я женился, у нас родились дети. В целом я был доволен своей жизнью, но настал день, когда мое наконец обретенное душевное спокойствие было неожиданно нарушено. Утром, как обычно, я пришел на работу и мне вручили одно письмо. Почерк на конверте был мне незнаком и к тому же не было обратного адреса. Удивленно разглядывая странный пакет, я направился к своему рабочему месту, нетерпеливо раскрыл конверт и углубился в чтение. Уверенно, ты давно уже забыл меня, счастливчик. А вот я никак не могу тебя забыть. Каждый вечер слушаю радио, откуда доносится твой голос и чувствую себя его пленницей. С тех пор, как ты стал работать диктором, я потеряла покой. Чем бы я не была занята, что бы я не делала, стоит начаться передачи, где выступаешь ты, я бросаю все дела и сажусь у радиоприемника, стараясь не пропустить ни одного твоего слова. Именно за это меня недавно и избил мой муж. Но все равно не могу заставить себя не слушать тебя. Хоть на этот раз пойми почему, хоть на этот раз догадайся. Я знала, что ты меня любишь, я знала и чувствовала это, я понимала, что ты, как и я, тоже горишь в себе и тоже страдаешь. Ты думаешь, я не замечала, как ты часами стоял недалеко от нашего дома и выжидал, когда я выйду. А я каждую минуту надеялась и ждала, что ты наконец-таки осмелишься и скажешь мне что-нибудь. Но сердце твое превратилось в камень и ты молчал. Стыд сковал тебе язык, а мне, молодой девушке, не подобало первой сказать тебе о своих чувствах. Как ты мог, как ты мог так поступить со мной? Ведь сколько раз я пыталась несмотря на все свое смущение разговорить тебя, расшевелить тебя, но, как оказалось, все напрасно. Не обижайся на мою прямоту. Я говорю тебе откровенно, ты некрасив, и я не могу сказать, за что тебя полюбила, хотя на этот вопрос разве есть ответ? Я видела, ты парень умный, серьезный, скромный, ох уж это скромность. Ты так был не похож на всех остальных наших парней, таких грубых, бесцеремонных и недалеких. Не знаю за что, но я тебя полюбила и ждала от тебя хотя бы одного слова, одного намека. Мне казалось, вернее, я надеялась, что ты вот-вот пришлешь к нам сватов. Как жаль, что ты этого не сделал. Как жаль. Единственное, что было в моей власти, это назвать своего единственного сына твоим именем. Не знаю, как ты, но я несчастна. Да и как мне быть счастливой, если муж мой горький пьяница, который пропадает неделями неизвестно где, и которому нет и дела до того, чтобы прокормить свою семью. Не знаю, кого винить в своей неудавшейся судьбе, то ли отца, что выдал меня за нелюбимого, то ли себя, что не воспротивилась этому, то ли тебя. Но точно знаю одно, твоя вина передо мной велика. Будь ты смелее, хоть чуточку отчаянии, то не душил бы в себе чувства и сделал бы первый шаг. Может, тогда судьба моя сложилась бы куда счастливее. А ты? Что делал ты? Ты набрал в рот воды и упорно молчал, боясь сказать девушке хоть пару слов. А теперь, слушая по радио твой голос, мне так и хочется спросить у тебя, как же так? Если сейчас у тебя хватает смелости сидеть у микрофона и вещать чуть ли не на весь мир, да еще с таким пылом читать стихи о любви, то почему же раньше ты не осмеливался поговорить с простой деревенской девушкой и взять с нее слово с той, которая так была влюблена в тебя и ждала хотя бы знака? Как же дорого мне обошлась твоя несмелость, твоя ненужная робость и бессмысленная сдержанность как дорого и теперь когда я слышу по радио твой беззаботный и бодрый голос я сама того не желая уношусь мыслями в прошлое и горько себя спрашиваю что я сделала не так в чем виновата наверное в том что в своей жизни любила только тебя и до сих пор продолжаю любить с теплыми приветами Чили после этого письма я не мог прийти в себя несколько дней всем вокруг казалось что я заболел и моя семья всерьез обеспокоилась моим состоянием у меня же сердце рвалось на куски и я не находил себе места затянувшиеся казалось раны заныли еще сильнее я кусал себе локти но ничего уже нельзя было сделать поздно слишком поздно я узнал о ее чувствах подавленной так неожиданно взвалившимся на меня грузом и терзаемой угрызениями совести я не раз мысленно обращался к ней с упреками зачем послала письмо зачем раскрыла душу зачем лишила меня сна и покоя ведь знаешь сама что уже поздно и прошлого не вернешь зачем ты это сделала почему напомнила о глупых ошибках моей молодости ведь я никогда не смогу забыть об этом не забыть не простить себе все то что натворил с того самого дня меня словно подменили куда подевалась моя беззаботность и уверенность в себе она улетучилась исчезла и каждый раз садясь к микрофону я ловил себя на том что не могу я как прежде спокойно зачитывать лежащий передо мной текст я запинался терялся путался в словах и чувствовал себя точно так же как тогда когда-то очень давно когда стоял в деревне перед челе и от смущения не мог выдавить из себя ни слова я знал что она сейчас сидит у своего радиоприемника и слышит каждое мое слово и эта картина так ясно вставала у меня перед глазами что я окончательно терялся и без запинки не мог прочитать ни единой строчки но не только эти мысли угнетали меня я боялся что она в порыве могла натворить что-то такое что еще больше ухудшило бы ее и без того незавидное положение достаточно и того что однажды я уже стал хоть и по неволе причиной ее бед и не сложившейся судьбы и мне вовсе не хотелось в очередной раз стать виновником ее новых бед и испытаний не ее не ее семьи пусть больше ничего не напоминает ей о первой безответной любви пусть больше не терзается и не мучается я от всей души желал челе счастья и поэтому я подал заявление и навсегда оставил работу диктора преданность быль я болел и лежал в больнице в палате нас было двое я и один армянин мужчина средних лет по имени Тигран человек хороший замечательный собеседник но чем обычно убивают свободное время в больнице или обсуждают свои болезни или пускаются в воспоминания в этом отношении мне повезло стоило мне начать говорить о своей болезни как Тигран так умело и незаметно переводил разговор на очередную увлекательную историю что я очень скоро забывал о своих болячках и с интересом слушал рассказчика он действительно обладал каким-то особым даром с первых же слов завоевывать внимание окружающих и держать их в плену своего повествования до самого его конца однажды он рассказал мне вот какую историю еще до войны меня забрали в армию я служил в Ленинакане у одного нашего командира был свой конь сам он был молодой подтянутый парень и надо было видеть как легко и умело он скакивал на своего скакуна к тому же он так уверенно держался в седле что казалось конь и всадник это единое целое когда устраивались скачки конь мчался с быстротой молнии и всегда первым приходил к финишу командир очень любил своего коня он сам за ним ухаживал чистил ласково поглаживал и никогда не допускал чтоб кто-то кроме него ездил на нем так получилось что молодой командир умер его мундир с наградами накинули на спину его коня один из солдат взял его под усцы и повел по двору казармы вроде бы животное а как будто знало что его хозяин умер надо было видеть слезы которые градом катились из его глаз мы пошли хранить командира и взяли с собой на кладбище его коня с мундиром хозяина на спине помутневшие глаза скакуна не просыхали от слез после погребения как полагается прогремели залпы орудий закончив на кладбище все церемонии мы никак не могли увезти коня с собой двое солдат держались за уздеечку еле тянули его и с большим трудом повели к нашему гарнизону но на половине пути конь резко мотнул головой вырвал из рук солдат усцы и развернувшись поскакал обратно к кладбищу мы все рванули за ним и когда подоспели увидели как конь передними копытами раскапывает свежую могилу своего хозяина он разворотил довольно много земли нам стоило огромных трудов изловить и сдерживать это разгоряченное животное мы снова заполнили могилу землей и вернулись обратно после смерти хозяина конь так никого и не допустил к себе что только не делали все впустую одним словом когда увидели что ничего из этого не получается сдали его в отдел который занимался вопросами снабжения ну а что становится со скакунами после тяжелых хозяйственных работ думаю объяснять уже не надо вот такая бывает преданность сэмь виселец легенда мсто совершил преступление падишах выносит решение повесить его настает день казни с самого утра глашатые объявляют по всему городу что сегодня на городской площади мсто будет повешен как того требовал обычай падишах обращаются к мсто с вопросом есть ли у тебя последнее желание кроме помилования проси что хочешь мсто был красивым молодым парнем на какой-то миг падишаху становится жаль его но вина мсто была велика и доказана и вспомнив об этом падишах отгоняет от себя то небольшое сострадание которое возникло было при виде приговоренного юноши он отворачивается и в ожидании задумчиво перебирает четки в своих руках мсто внимательно смотрит на палачей потом переводит взгляд полной тоски и печали на далекие горы и на мгновение застывает на площадь опускается мертвая тишина народ замирает в ожидании ответа осужденного но он казалось ничего не замечает ничего кроме этих величественных гор вершины которых так четко и ясно освещало теплое утреннее солнце внезапно словно очнувшись от задумчивости мсто возвращается к реальности поворачивается к падишаху и поклонившись говорит да продлятся твои дни мой падишах ах делает тяжелый вздох и продолжает если будет на то твое согласие пусть построят еще семь виселец таково мое последнее желание ошеломленный падишах смотрит то на осужденного то на собравшийся народ площадь наполняется глухим гулом никто ни горожане ни сам падишах не ожидали услышать столь странной просьбы столь странного последнего желания всем казалось что мсто попросит нечто большее и уж никак не еще семь виселец неужели ему одной мало да хоть такая необычная просьба и удивляет падишаха он отдает приказ построить эти семь виселец все вокруг засуетилось притащили бревна стали спешно расчищать место привели еще нескольких рабочих чтобы работа пошла быстрее и через некоторое время все было готово ни разу пока сооружались эти виселицы мсто не взглянул в их сторону он не отрываясь тоской смотрел только на далекие горы и не замечал всю суету вокруг себя казалось ему ни до чего нет дела и хочется только одного успеть за последние минуты своей жизни насладиться видом этих прекрасных и далеких вершин подешах немало удивлен этой картины но не подает виду и обращается к приговоренному ну что как ты просил мы построили семь виселиц твоя последняя просьба выполнена услышав эти слова мсто вздрагивает с трудом оторвавшись от своих мыслей он говорит упавшим голос да продлятся дни твои повелитель еле слышно оброняет про себя это ли было моим последним желанием на площади воцаряется полная тишина падишах смотрит на мсто и молчит палачи смотрят на падишаха и ждут его указаний но тот не торопится и пристально смотрит на осужденного мсто же тем временем легкой спокойной походкой подходит сначала к одной виселице внимательно ее осматривает потом направляется к другой и так он обходит все только что построенные семь виселиц и возвращается к первой бросает еще один взгляд на собравшийся на площади народ на далекие горы и тяжело вздыхает ох мой падишах мсто поворачивается в его сторону я готов можете начинать палачи внимательно смотрят на судью и он делает знак чтобы те начинали глубокий вздох вырывается из толпы некоторые не выдерживают начинают плакать амсто отвернувшись от палачей не отрываясь смотрит на горы в этот момент падишах поднимает руку и приостанавливает церемонию казни скажи ко мне обращается он кмсто если ты вернулся к этой первой виселице и выбрал именно ее так зачем же тебе понадобилось чтобы построили еще семь новых ты можешь объяснить почему мсто помолчав немного опять смотрит на далекие горы и отвечает я объясню мой падишах ты ведь знаешь жизнь сладка каждый хочет прожить подольше жажда жизни она есть у всех а насчет тех семи виселиц я хотел чтобы пока их строили хоть немного удлинить свою жизнь хоть на несколько минут чтобы я чуть дольше мог смотреть на этот мир на мои любимые горы где я родился и вырос все дело в этом мсто замолкает и медленно оглядывается вокруг с жадностью вбирая в себя окружающие образы уходящей жизни гробовое молчание толпы сменяется сначала отдельными всхлипами вздохами а потом и усилившимся ропотом тут и там начинают раздаваться крики прости его падишах пожалей его он так молод освободи во имя господа все взоры обращаются к падишаху тот неторопливо встает и поднимает правую руку шум на площади тут же стихает о мой народ обращается к людям падишах и помолчав немного продолжает он совершил преступление и должен быть наказан но его ответ пришелся мне по душе падишах поворачивается к мсто и говорит я вижу как ты любишь жизнь как любишь свои горы я буду милосердным и прощаю тебя иди ты свободен во имя господа но если ты еще раз приступишь закон пеняй на себя прощения тебе не будет и не забывай никогда этот день площадь наполняется всеобщим ликованием всюду слышны крики во славу падишаху и его милосердию амсто так и остается стоять под виселицей и ошеломленным взглядом смотрит то на ликующую толпу то на свои любимые горы и не знает что ему делать и и и всеобщий милосеред армей все ощущения и и он и вот и и к концу. Аудиокнига является редчайшим изданием. Эта жемчужина литературы впервые звучит на русском языке, за качественный перевод на который я благодарю как чтец дочь писателя Нурес Ардарян. Книга распространяется абсолютно бесплатно, как наследие великолепного журналиста и талантливейшего писателя Амарике Сардара. К сожалению, Амарике Сардар ушел из жизни, но оставил нам, своим потомкам, прекрасные произведения, часть из которых вы уже услышали. Обязательно оставляйте свои отзывы, делитесь этой книгой. Мы по мере сил не оставим без внимания ни одного комментария. Во многом, дальнейшие публикации произведений автора зависят от вас, от вашего мнения. Интересны ли они вам? Хотите ли вы слышать еще? Обязательно оставляйте свой комментарий, который мы не оставим без ответа, и делитесь великолепным творчеством. Напомню, что с биографией автора и с другими его произведениями вы также сможете познакомиться на персональном сайте, ссылку на который, конечно же, мы оставим для вас в описании. С нетерпением ждем ваших отзывов, с любовью и уважением к слушателю. Читал Костя Суханов.